Всем привет, мои дорогие! Сегодня у меня видео 4 новых образа, маленький сентябрьский лукбук и моих 8 последних покупок. Это мои первые покупки на осень, так что если эта тема вам интересна, оставайтесь со мной. Итак, в этом видео я вам покажу свои последние 4 образа, это реальные образы, в которых я ходила в сентябре. Погода у нас была разная, поэтому и образы получились совершенно разные. Итак, 4 образа в 4 совершенно разных стилях. Первый образ в стиле Colorblock, второй образ в стиле Boho Chic, третий образ, я даже не знаю в каком стиле, это скорее что-то среднее между Colorblock и авангардным стилем. И четвертый образ классический casual. Итак, начнем. Первый образ, конечно же, мне захотелось показать в стиле Colorblock. Тем более, я вам сейчас презентую свою новую коллекцию шарфов. Я уже неоднократно говорила не первый год о том, что шарфы это необычный и самый простой способ осовременить и освежить свою верхнюю одежду. Если у вас есть любимое старое черное пальто для того, чтобы придать ему современный шик, нужно просто купить хороший шарф. Итак, я решила создать необычные двусторонние шарфы. С одной стороны, это шерсть в виде гусиной лапки, а вот с другой стороны, это какой-то определенный цвет. Причем у меня на сайте этих цветов будет 5. Вот такой синий, бордовый, фуксия, оранжевый, ну и, конечно, черный вариант для минималистов. Итак, что я предлагаю? Я предлагаю взять вот такой вот шарф и набросить его поверх вашего любимого черного пальто. Особенно будет хорошо смотреться, если у вас удлиненное пальто. Кстати, если вы успели купить на условиях предзаказа мое черное пальто на сайте, то я вам могу сказать, что это идеальное дополнение к моему черному пальто, потому что я их проектировала в один момент, и мне хотелось, чтобы они дополняли друг друга. Итак, носим подобные шарфы клеткой наверх или цветной частью наверх, с черными пальто или, к примеру, в вариантах миксования принтов. Или вы можете его повязать петлей, или вы можете просто накинуть его на шею, тогда он будет полностью перекрывать пальто и создавать ощущение новой верхней одежды. Кстати, юбки на моделях – это ближайшее поступление, которое появится на сайте через 2-3 недели. Они будут как в мини-варианте, так и в варианте миди-длины, теплейшие, авангардные, яркие, классные юбки. Ждите поступлений. Итак, мой образ – это, можно сказать, что достаточно легкий осенний образ, потому что, честно признаюсь, когда мы снимали вчера этот аутфит, на улице, как назло, было плюс 28. Хотя у нас и были холодные дни, но именно в этот день было плюс 28. Я планировала надеть свое черное пальто, но было уж слишком жарко. Тем более, я надела свой новый, это, кстати, ой, он совершенно не такого цвета, нет. В реальности он совсем другой. Итак, это скорее спокойная фуксия, не такая кричащая, как на экране получается. Ну ладно, я оставлю ссылку, это моя последняя, одна из последних покупок на сайте Asos. Я вам про него рассказывала, это 100% кашемир, естественно. Прежде всего меня зацепил мой любимый цвет. Могу сказать, что очень комфортный, очень приятный, достаточно-таки плотный кашемир. Единственный момент, мне бы хотелось, как я уже говорила в прошлом видео, чтобы размер был немного больше. Это мой родной UK8, но, как вы видите, он не такой объемный, как мне бы хотелось. Но это вопрос вкусов, для кого-то, возможно, свой родной размер будет сидеть как раз так, как вы любите. Сейчас на Asos есть все возможное количество цветов и вариантов этого свитера. Есть и много базовых цветов. Оставляю ссылку на эти свитера в инфобоксе. И еще одна покупка, о которой я хочу поговорить в этом образе, это вот такие классические, что это? Это Оксфорды, скорее, да. Вот такие классические черные нейтральные Оксфорды. Я давно искала именно вот такую пару, которая будет идеальной базовой обувью на начало осени. При этом на достаточно плотной платформе. Немножечко массивно, я бы сказала так, для того, чтобы можно было в них свободно ходить по лужам. Я оставлю ссылку на эту пару обуви. Покупала я их на сайте Юкс. Вы знаете, что я люблю покупать себе обувь на сайте Юкс. А мы с вами смотрим мой образ номер один. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И напоминаю о том, что все ссылки на все изделия, включая мои шарфы, и свитера, и просто брюки, я оставляю в инфобоксе. Кстати, вы, наверное, заметили мою страстную любовь к цветным носочкам. Особенно осенью, вот как раз в этот период времени, свою коллекцию разноцветных, идеальных, тонких носочков я нашла у бренда Calzedonia. Так что заходите к ним, если вы тоже ищете хорошие оттенки, глубокие, насыщенные, но при этом тонкие. То есть они не объемные махровые, это хорошие тонкие капроновые носочки. А мы с вами идем дальше. И мой второй образ, это образ в стиле Boho Chic. До этого лета почему-то я не экспериментировала и не двигалась в этом направлении. Именно этим летом я заново влюбилась в этот стиль и решила дать ему второй шанс. Особенно сложная задача воссоздать образ в этом стиле осенью, потому что, в принципе, этот стиль придумывался для более теплого климата, скажем так. Итак, на мне юбка, тоже с моего сайта, это юбка GD. Кстати, она все еще есть в наличии. Хочу подчеркнуть, что эта юбка для тех девушек, у которых есть красивая линия, то есть есть четко обозначенная талия и линия бедер. Вот именно на таких фигурах эта юбка сидит просто потрясающе. Причем, неважно, какие именно у вас бедра, у меня есть подруга, она буквально вчера забежала ко мне и взяла эту юбку. У нее бедра 105 сантиметров, и при этом юбка села потрясающе. Есть талия, 77, кажется, у нее была талия. Есть вот этот вот перепад, то есть неважно, в каком именно масштабе у вас есть этот перепад. Если он есть, вот эта красиво обозначенная линия талии и бедер, то эта юбка будет смотреться невероятно круто. Причем я настаиваю, чтобы вы ее носили именно на каждый день с кроссовками, с белыми кедами или с косухами, с белыми майками, с черными футболками, белыми футболками. Итак, я сейчас показываю свой образ, но перед этим я хочу еще рассказать про несколько своих последних покупок. Итак, вещь номер, не знаю уже какая по счету, это культовая кожаная куртка-косуха от бренда Акне. Наверное, если вы продвинутая модница и разбираетесь в многих современных брендах, то знаете, что у этого бренда самая идеальная кожаная косуха. Это та вещь, это та косуха, которая снимается в сериалах, которая цитируется многими великими дизайнерами. Именно у них получилось создать идеальную кожаную куртку. Причем у меня есть одна кожаная куртка бренда Zara, она очень приталенная, очень узкая, я ее могу носить только на тонкую рубашку, футболку или очень-очень-очень тонкий джемпер. Мне хотелось именно вот такую объемную вещь для того, чтобы носить ее буквально до первых морозов, надевая под эту куртку очень теплый объемный свитер. Купила я ее на Netaparte еще в начале августа. Сколько она стоит, даже вслух не могу произнести, просто оставлю ссылку и скажу лишь то, что я подберу вам аналоги в более доступном ценовом сегменте для того, чтобы вы могли выбрать вот такую же идеальную, объемную, свободную кожаную куртку-косуху, но по доступной цене. Следующая покупка, ну скорее это не осенняя, скорее это летняя покупка, я ее купила на скидку в конце августа. Это тоже можно сказать, что культовая вещь, футболка бренда ERA, это тот бренд, который в принципе можно сказать, что первым придумал создавать вот такие футболки с дырочками. Но могу сказать, что это такое маленькое разочарование, что ли, я так долго о ней мечтала и наконец-то я ее себе купила. Это, кстати, стопроцентный лен, очень приятная дышащая ткань, но я ее носила буквально пять раз и уже вижу, как эти дырочки расходятся у меня буквально на глазах. То есть я ее еще даже не стирала, но уже вижу, как с каждым разом дырки становятся все шире и шире, и я прекрасно понимаю, что следующая зима, о, следующим летом я смогу ее носить, только надевая топ или майку под нее. Ну, скажем так, это такое небольшое разочарование, потому что хотелось бы, чтобы она была более долговечной. И еще одна покупка, уж простите меня, но я увлеклась обувью Гуччи. Это мюли Гуччи кожаные с вышивками. Я купила себе две пары Гуччи мюли и лоферы. Обе пары вы увидите в этом видео. Могу сказать, что это одна из самых удобных и комфортных пар обуви, которая вообще была у меня. Все, смотрим мой образ номер два. Субтитры сделал DimaTorzok Еще хочу подчеркнуть, что стиль Боха Шик будет 100-летний. Зимний или осенний вариант всегда строится на изобилии золотых, желательно золотых аксессуаров. Сережки, несколько цепочек, браслеты. Все это обязательная составляющая стиля Боха Шик. Кстати, если вам интересно услышать больше про этот стиль, то в инфобоксе я оставлю ссылку на свое видео, которое я посвятила этой теме. А мы идем дальше. И мой образ номер три, это тот самый образ, который даже я не знаю, как четко обозначить здесь, и колорблок, и необычная вангардная асимметрия. Итак, я вам сейчас показываю свое самое, пожалуй, я бы сказала, необычное изделие, которое есть у меня на сайте. Это шерстяной боковой фартук. Вообще, мы когда придумывали название этому изделию, я даже не знала, как его назвать, потому что никаких аналогов на рынке не существует. Это вот такое необычное изделие, которое вы надеваете поверх своих брюк или поверх юбок, или можете просто поверх джинсов надеть это изделие, и у вас создается совершенно новый необычный образ. Конечно, я сразу предупреждаю, что это вещь только для самых смелых модниц, для тех, которые уверены в своем внешнем виде, для тех, которые могут смело шагать по улице, подняв нос повыше. Кстати, кроме этого, еще дополнительным приятным бонусом является то, что это изделие здорово согревает, потому что это натуральная шерсть. Итак, смотрим мой следующий образ. Субтитры сделал DimaTorzok Ох уж, я не знаю, как вам, а мне кажется, что это самый интересный, самый необычный, самый дерзкий образ в этом видео. А мы с вами переходим к последнему моему образу. И в этом образе из моих новых покупок вы увидите Gucci. Опять же, та самая пара, та самая модель, это уже лоферы, то есть с закрытой пяткой, бархатные. Вы, честно говоря, их уже видели в моем видео, когда я показывала тренчи, тренчи лукбук. Я могу сказать, что теперь уже по истечению недели, даже больше 10 дней, что это одна из самых-самых удобных пар обуви, которая вообще существовала у меня в коллекции. Они просто как перчатки. Я в них могу выйти рано-рано утром, вернуться поздно домой, весь день в них бегать по делам, и я не чувствую никакой усталости. Все-таки я могу сказать, что, да, хорошая пара обуви, это просто необходимость в гардеробе. Именно такая пара обуви, в которую вы сможете много-много ходить. Оставлю ссылку на них. Я их покупала на MyTeresa, знаю, что они еще есть на Matches Fashion. В принципе, вы можете их купить и в любом другом цвете, потому что Gucci в этом сезоне выпустила огромнейший выбор этой модели. Есть и кожаные, и замшевые, и из ткани варианты, и всех-всех цветов радуги. Ну и тренч, да, в этом видео вы увидите на мне мой синий тренч с рисунком котики. Я долго думала, какую же модель себе оставить, карамельную или синюю. Решила все-таки пока, что оставлю себе синюю модель. На мне будет размер XS, то есть он будет так сидеть достаточно-таки плотно, потому что я его решила носить уже прямо сейчас на футболке для того, чтобы не ждать, когда начнется плохая погода. Это классический стиль, casual, но с маленькой изюминкой. По всему образу вы увидите такой мелкофактурный принт. Этот принт присутствует и на брюках, и на футболке, и на тренче, и на обуви. И вот этот объединяющий момент и создает гармонию в кадре. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все! Вот таких четыре образа у меня получилось. Это те образы, в которых я ходила последнее время. Напоминаю о том, что на все вещи, которые вы увидели в этом видео, есть ссылки в инфобоксе. И не забывайте заглядывать ко мне в онлайн-магазин на The Other Colors, потому что, сразу честно предупреждаю, этих шарфов немного. Мне настолько понравилась эта идея, что, в принципе, я планирую повторить эти шарфы в других вариантах. Возможно, в менее контрастной клетке. Но все же, если вы хотите освежить свой гардероб, освежить свое любимое черное пальто, или не черное, или любое другое, то эти шарфы ждут вас по ссылке в инфобоксе. А я буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели это видео. И не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки этому видео, если оно вам понравилось.